Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодня мы поговорим, как всегда, про биткоин и немного про другие криптовалюты. Что хочется отметить? Ну, смотрите, в общем-то ничего не изменилось на недельном таймфрейме, с которого мы начинаем по традиции. У нас все еще здоровое движение в восходящем вот этом экспоненциальном канале, мы сейчас внизу канала, то есть логично предположить памп прямо отсюда. Но, конечно же, берем во внимание вот эту красную точку на сайфере, которая, в принципе, можно сказать, что уже отыграла, потому что после нее мы увидели вот эту коррекцию, так же, как и вот здесь у нас была небольшая красная точка, потом мы увидели коррекцию и небольшая зеленая точка, которая нас вытолкала наверх, так что ждем. Небольшую зеленую точку для подтверждения роста, кто торгует интродэй, вот, ну а кто инвестор и сидит в ракете, в принципе, я считаю, вообще нет смысла паниковать. Давайте все-таки посмотрим для локальных таймфреймеров, что происходит. Индекс страха и жадности упал, наконец-то, после вчерашнего дипа на экстремальный страх. Это, исторически, как вы можете знать, очень хорошее место для покупок. Тем не менее, конечно же, мы можем очень долго находиться как в зоне перепроданности, так и перекупленности, то есть в зоне экстремального страха, так и в зоне экстремальной жадности мы можем находиться месяцами. То есть что это значит? Что этот знак, да, это по-любому знак на покупку, потому что в какой-то момент мы выйдем в нейтральное значение и пойдем опять к жадности, где будет знак на продажу. Но когда это будет, точно никто не скажет. То есть мы в теории можем и 2-3 месяца проваляться в страхе, как это было, кто помнит, в начале лета, в конце весны этого года. Вот, поэтому вряд ли, конечно, будет сейчас лично мое мнение такой прям глубокий корректоз. Я думаю, что все произойдет быстрее, но это всего лишь мое мнение, дисклеймер, не финансовый совет. Дальше смотрим. Интересные вещи происходят сейчас по фандингу. Судя по всему, судя по тому, что рисует фандинг, очень многие начали переобуваться в шорты. Смотрите, на OKEX, на FTX уже фандинг в сторону лонгистов, то есть лонгистам платят шортисты за то, что те поставляют встречные заявки в стакан. Что, о чем это говорит нам? Что люди на самом деле переворачиваются. И вот, если мы посмотрим на лонг против шортс, лонги против шортов, да, мы видим, что шортят-то на самом деле по всем биржам больше. Вот в данные 5 минут, когда я это записываю, шортов больше везде, кроме Bitfinex. Но на Bitfinex всегда лонгов больше, там какие-то киты, которые знают, что делают, сидят. Или, может быть, там уже скелет, знаете, такой сидит за компьютером, лонгует, которого уже давно нету, и приватные ключи все он потерял. Вот, поэтому да, на 4 часах, конечно, более нейтральная картина, больше лонгуют уже отскок, на 12 часах тоже 50-50. Но в моменте все сейчас, вот, на 30 минутках, видите, все пытаются работать от шорта. И посмотрим, конечно, чем это кончится, потому что на долгую дистанцию, я вам напоминаю, что шорты всегда проигрывают лонгистам. Потому что вы просто смотрите на вот глобальную историю цены и видите, что в долгую, если бы вы встали в лонг, в любой момент времени, особенно бесплечь на споте, вы бы выиграли. А вот если бы встали в шорт, в любой момент времени бесплечь на долгую, вы бы проиграли. Даже если бы вы зашортили здесь и 2 года бы держали шорт, то есть сидели бы в тезере, и потом через еще 2 года вы бы уже проиграли. То же самое и здесь, если бы вы зашортили здесь, не закрылись бы здесь и ждали бы цен еще ниже, вы бы сейчас проиграли. Поэтому в долгую лонг побеждает всегда, ребята, помните это, пожалуйста. Опять же, напоминаю вам, кстати, давно мы не смотрели, вот я случайно совершенно включил, что индикатор Hash Ribbons дал нам сигнал на покупку вот здесь. И посмотрите, как он идеально отработал. Все это отопили за медвежку, за 20 тысяч, и в итоге, что говорили, да Hash Ribbons ваш ошибается, он дает ложные сигналы. Посмотрите, как круто мы выросли за это время уже больше, чем в 2 раза. Также хочу вам напомнить, что мы находимся сейчас на логарифмическом канале, а точнее, ровно в его середине. Мы сражаемся с его средней линией, и это, конечно, не очень хорошо, что мы ее сейчас вот пробили, после этого не удержали, смотрите. Потому что исторически, когда мы доходили до хая, мы ее пробивали уже с конкретным объемом, с конкретным импульсом и доходили до верха. Так же было и здесь, вот, посмотрите. Ну, здесь, правда, тоже мы ее пробили, потом откорректировались дважды и потом только пробили. Вот сейчас похоже на позапрошлый цикл, то есть мы ее пробили, откорректировались дважды, и сейчас в хорошем... И сейчас, конечно же, надо ждать чего-то такого. Ну, как бы, опять же, на свой страх и риск, все может не повториться в этот раз, и мы уйдем на скам, но мой взгляд на ситуацию все-таки остается бычей. Потому что сейчас главная задача для лонга какая? Для манипуля, чтобы высадить всех из лонга, чтобы актив полетел наверх. Главная задача, чтобы все вышли и зашортили. Вышли и зашортили, или вышли, или зашортили. И тогда мы полетим наверх, как это, собственно, всегда и бывает. Вы что думаете, почему мы вот здесь летели? Потому что здесь все шортили. Никто не смотрел на логарифмический канал, ну, большинство, и говорили, это все, это туза дно, биток никогда не будет выше 10 тысяч. Я помню столько разговоров. В итоге что? Мы улетели. Здесь почему мы дальше летели? Тоже все говорили, ну, все, биток приписал хай, 30 тысяч, будет шорт. Что мы увидели? Памп до 60. Здесь что все говорили на 60? Тут все говорили, ну, все, биток туза мун, он никогда не будет ниже 50, это стопудово 100 тысяч. Они, в принципе, правы. Только они не видят, что циклы удлиняются. И мы идем в форме флета коррекциями. У нас с вами было накопление огромное в прошлом медвежьем рынке. Вот это все движение. Грубо говоря, биткоин стоил в районе 6 тысяч. Но нам не дали ровное накопление. Посмотрите, что мы с нами сделали. Нас задампили на 3, запампили на 14, задампили на 4. И только потом мы вышли. То же самое здесь. Мы не идем ровно наверх. Мы идем наверх вот такими вот американскими горками. По поводу альткоинов. Что можно сказать? Альтсезон сейчас или не альтсезон? Смотрите, сайт Blockchain Center говорит нам, что нет, не альтсезон прямо сейчас. Что он имеет в виду под альтсезоном? Это 3 месяца, период 3 месяца. Не альтсезон, но тем не менее он идет в сторону альтсезона, как вы можете видеть. То есть у нас был битсезон летом. И мы сейчас идем наверх, трендимся в сторону альткоин сезона. Но опять же, это таймфрейм 3 месяца. А если вы посмотрите на месяц, то он вам скажет сейчас альткоин месяц. Альткоин месяц, ребята. И если вы самое главное посмотрите на старший таймфрейм на год, то вам скажут здесь уверенностью в 76%, что это альткоин год. Это альткоин год, ребята. И вы можете сами видеть, что вот он BTC. Поднялся за год всего на 239%, а кучу альткоинов поднялись уже на 1000%. Поэтому кто говорит, что не альтсезон, ребята, ну мне вас жалко, вы не в тех альткоинах сидите. Но с другой стороны, вы молодцы, что в них сидите, потому что они еще не стрельнули. Поймите такую вещь, что вот сейчас прыгивать в сэндбокс, в луну, в что там еще, Matic, Solano, FTM, даже в Dodge и Mano крайне не рекомендуется. Понимаете, почему, надеюсь? Потому что они уже дали по тысяч, по много тысяч процентов. Все, это называется поезд ушел. Даже если они чуть-чуть еще их санут, ну не надо туда бежать. Вот, присмотритесь, обратите свое внимание на что. Понятно, что здесь что-то может соскамиться, но тут представлены стопудовые альты из первой сотни, которые еще сильно не запамплены. Посмотрите, что здесь есть. EOS, XLM, ну BSV я не беру, потому что это скам. EOS, XLM, Ripple, ну Filecoin тоже я не стал бы, наверное, брать. XMR, Chainlink, Tether, Bitcoin Cash, Neo, Leo, Litecoin. И чуть-чуть обогнали Bitcoin, Tron, Zcash, Ava, Meota, Atom. Вот эти все альткоины, лучше присмотритесь к ним. Даже вот ETC и Polkadot где-то еще здесь. Понимаете? Хотя бы берите те альткоины, которые плюс-минус наравне с битком, или еще его не догнали. Вот. Очень странно, что Dash куда-то вылетел из этого списка. Не могу понять, что-то чуть-чуть стало глючить у меня эта метрика. Напишите в комментарии, если у вас тоже она вот так глючит. Или я что-то не понимаю. Вот. Все ссылки, кстати, на все эти полезные сервисы, конечно же, в описании этого видео. Если вы прокрутите вниз, вы найдете ссылки на лучшие биржи, на которых мы торгуем. На наш Telegram канал, на наш второй YouTube канал и Telegram чат. Рабочие обменники, где вы можете всегда поменять Fiat, Crypto по лучшему курсу на свой локальный банк. Хорошие кошелечки, полезные видосы про индикаторы, про биржи, про все-все-все-все-все. И вот они, аналитика и графики, ребят. Вот этот раздел, который вам нужен, если вы не понимаете, что за сайты и графики я вам показываю. Здесь все. Glass Note, индекс страха и жадности, индекс альтсезона и прочее-прочее-прочее. Кстати, надо добавить сюда еще вот этот сайт, на котором мы смотрим фандинг, CoinGlass. CoinGlass.com, добавлю его тоже. Вот, на нем все соотношения лонгов, шартов и так далее. Потом напоминаю вам, что на TRDR.io тоже ссылка, на который в описании. Вот она здесь первая, партнерская ссылка, CryptoCommons. Вы можете смотреть на вот этот замечательный индикатор OrderBook Overlay. На TradingView его нету. Вот, OrderBook Depth Overlay, OrderBook Top Levels, вот так они называются, Aggregation. Есть очень много полезных фишек, я их скоро изучу, вам буду показывать. То есть, агрегация по всем стаканам всех бирж, вы можете смотреть прямо на экране. Я найду ее. Сейчас покажу вам просто скрин, как это выглядит. Вот, примерно так. А как только научусь настраивать, будем вместе с вами ее смотреть. Но в двух словах, вот, что мы тут видим, это заявки покупателей, которые сдерживают цену от дальнейшего падения. И похоже, что сейчас вытолкают ее обратно наверх нашего канала, в котором мы и находимся. Так что вот, по ссылке из описания переходите, тоже подключайте этот сервис. Сами изучите, посмотрите, я думаю, вы найдете его полезным. Давайте по Glassnode'у пробежимся. Что нам говорит OnChain, Fundamental? Glassnode нам говорит, что по индикатору Reserve Risk, мы еще вообще внизу в зоне, можно сказать, аккумуляции, только вышли из зоны аккумуляции, тут зеленые зоны. Мы еще никак не наверху, где у нас зона риска с вами. По предыдущим пикам пузырей вы видите, что мы были в зоне риска, когда нужно было продавать. Сейчас же мы скорее трендимся наверх. Индикатор Pure Multiple тоже самое показывает, что мы пока еще совершенно не перегреты, а скорее находимся в какой-то фазе консолидации, реаккумуляции, не знаю, как вот здесь, перед продолжением роста. R-Hoddle Ratio, посмотрите, это индикатор реализованной капитализации. И посмотрите, как мы здесь очень четко трендимся наверх. Вот прямо сейчас мы трендимся наверх, так же, как трендились наверх вот здесь. То есть пиком тут еще и не пахло, согласитесь, даже вот в этот момент. Даже в этот момент пиком еще не пахло, как вот было здесь, здесь и здесь. Difficulty Ribbon, опять же, сетка сложности вычисления. Посмотрите, как сейчас она выглядит. У нас краткосрочная линия, эта синяя линия, диповала ниже всех остальных и сейчас выпрыгивает обратно. Исторически мы видим, что этот сигнал, вот он был здесь, после него был бурный рост, и он был здесь в 2012 году, после него был бурный рост, ну как и в 2013, она даже так низко не доходила. То есть, в принципе, это экстремальная, грубо говоря, перепроданность и капитуляция была. Вот, сжатие сетки сложности, опять же, показывает нам, что мы сейчас просто на лоях. Мы только-только выходим оттуда, где надо добирать, аккумулировать, набирать и добирать позицию. Вот, компрессия сетки сложности. Это все основано на хэш-рыбоне тоже. Опять же, стейблкоины, ребята, рекордное количество стейблкоинов на биржах. Отток крипты. Мы видим, что массово выводятся битки, эфиры и вся остальная крипта с бирж. Выводятся, сжигаются эфиры те же самые. То есть, мы видим конкретнейший дефицит монет. При этом мы видим, что огромную волну стейблкоинов, которая хлынула на бирже и готова откупать любую просадку. То есть, соотношение стейблкоина и крипта находится в абсолютном перекрестном значении. То есть, стейблкоинами заваливают рынок, а крипты на всех нету. Конкретнейший дефицит мы видим. Вот. И по сток ту флоу тоже, ребята, ничего не поменялось. Да, все говорят сейчас, что план Билла жанул, 98 тысяч через 3 дня не будет. Хотя, опять же, не факт, что не будет, ребята, потому что я вам напоминаю, что 98 тысяч в логарифме у нас находится вот здесь. Вот здесь, чуть выше вот этой линии. Как бы зная природу битка и как он ходит, то 98 тысяч через 3 дня – это всего лишь одна вот такая свечка, понимаете? Не факт, что этого не будет, поэтому давайте не загадывать. Как бы уже, да, малая вероятность, что будет, но я не удивлюсь, если будет, скажу вам так. Вот. Поэтому по сток ту флоу все здесь прекрасно. Да, мы можем идти чуть медленнее, но суть это не меняет. Мы идем все равно выше 100 тысяч в этом пузыре, потому что это статистические данные. Все может измениться, но пока мы этой модели соответствовали очень-очень хорошо. Я бы даже сказал, гораздо лучше, чем в любой другой модели в биткоине. Ну и, соответственно, отдаление от прогнозируемой цены по модели сток ту флоу у нас сейчас просто рекордное. На рекордно низких значениях мы в плане отдаления. То есть, что это значит? Что мы уже должны быть с вами выше 100 тысяч, грубо говоря, ну, в районе 100 тысяч, точнее. А мы находимся, да, в районе 50 с чем-то. Соответственно, у нас отдаление такое, что просто вот, посмотрите, ну, как сказать, это дивергенция. Дивергенция цены от прогнозируемой цены. Поэтому, ребят, ну, посмотрите всегда, когда мы были в такой дивергенции, что происходило после этого. В любом случае, рост. Вы можете сказать, что гринь, да ты понятные вещи говоришь, рост в любом случае, рост идет в долгую. Я же вам это только что объяснял, что в итоге, в любом случае, лонг побеждает. И да, это все так просто. В рынке все так просто, если не усложнять. Все именно так и просто. В долгую побеждает лонг. Это заложено в самих словах. Лонг – это в долгую, а шорт – это в короткую. И да, в моменте, когда вы входите в лонг, очень часто вы видите небольшую просадку или большую просадку. Вот давайте посмотрим на 15 минутках. Да, если бы вы вошли сейчас здесь в лонг, например, вот здесь, то вы сейчас бы были уже в просадке. Или если вы вдруг зашли здесь в лонг, вы были в большой просадке. Но это все в моменте. Поэтому в шорт, в короткую можно заработать На рынке можно заработать в короткую Шорт, потому что любое движение Оно идет даже вот так, даже вверх Любой бычий рынок, он идет все равно с падами В моменте все это скорректируется И вот на этих коррекциях вы можете зарабатывать Но дальше нужно не засиживаться В шортах, ребята, и понимать, что это Растущий бычий рынок Поэтому, собственно, да, ничего тут Такого нету, вот BTC доминация Посмотрите, мы видели на 15 минутках Вот такой вот резкий спайк Конкретнейшая манипуляция Но если мы посмотрим на дневной таймфрейм То мы идем по плану с вами вниз Выпиливать all-time low И движемся в массивный alt-сезон Который мы только что с вами рассмотрели по alt-индексу Происходит уже прямо сейчас А если вы застряли, еще раз говорю, не в тех альтах Это же и круто, радуйтесь Вы застряли в тех альтах, которые еще не стрельнули Поймите, если вы сейчас начнете FOMO продавать внизу Какой-нибудь там, я не знаю, Dash BTC, например Вот здесь Вы сейчас продадите Dash Ну или Dash USD, неважно К чему вы торгуете Вы его сейчас продадите за 200 Пойдете купите какую-нибудь Solano или Shibu Или что там эксануло Не дай бог там, сэндбокс После этого он начнет падать Вы вот тут вот купите, понимаете, этот свой сэндбокс Потеряете на нем еще 80% Будете усредняться Или вообще вас ликвиднет А Dash возьмет и сделает вот так вот Поэтому, ребята, не финансируйте свой дисклеймер Но накапливайте монеты, которые внизу Продавайте монеты, которые наверху Все очень просто, если не усложнять Ну а с вами был Greeny Это канал Crypto Commons Спасибо, что смотрите, лайкайте, подписывайтесь, ставите стопы, тейки Торгуете аккуратно с холодной головой И увидимся скоро, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok